Ребята, здравствуйте! Приветствую всех на канале ОПАСОВ. Как всегда, выходим с самыми интересными новостями и с самыми актуальными гостями. Игорь Масейчук к нам сегодня присоединяется для того, чтобы обсудить всю ленту новостей. Игорь, здравствуй! Здравствуй, Василий! Здравствуйте, дорогие зрители! Друзья мои, давайте сделаем обязательный наш ритуал. В самом начале видео мы ставим лайк, пишем приветственный комментарий на любую тему. Можете прокомментировать что угодно, новости, как вы себя чувствуете, просто поздороваться, либо написать, как вы нас рады, либо не рады видеть. Это все поможет нам набирать большую аудиторию. Мы сегодня поговорим про военную составляющую наших новостей, то есть, что у нас где происходит. Есть у меня ряд вопросов, мне интересно, чтобы Игорь их прокомментировал. Несколько слов про дальнобойное оружие, которое там вроде бы как на этой неделе очень здорово обсуждалось. У нас рядом стран, даже есть те, кто за, кто против. Мы поговорим про завершение активной эпопеи с Дуровым и Телеграмом. Значит, вышел парень на свободу, и что это теперь значит? У нас есть нардеп Дмитрук, который давяще козьими тропами ушел за границу, и его сегодня подали в международный розыск. Вот, например, про коррупцию. Несколько слов обязательно скажем, потому что у нас как-то замечательно все там получается. И, короче, дивные какие-то инсайды у Игоря есть по этому поводу. Будем все разбирать. Ну, давайте будем по порядку. Игорь, я вот, знаешь, о чем хотел поговорить в первой теме? Она будет посвящена как бы военным событиям. Но, но, поставлю вопрос такой, не по какой-то конкретной новости. На этой неделе были массированные атаки по Украине. Все это прекрасно видели. Они, ну, реально сильные атаки, сложные, есть поражения, есть проблемы. В это же самое время Украина тоже наносит атаки постоянно по территории Российской Федерации. То есть мы там видим в новостях, здорово горят нефтебазы, не одна, и причем мощно. У меня появился просто вопрос по наблюдениям. Российская Федерация бьет по нашим энергообъектам, по генерации. То есть по Украине в связи с этим идут серьезные отключения света. Отключение света это невозможность работать некоторым предприятиям, людям коммуницировать, функционировать, работать, зарабатывать деньги стране в целом. То есть это очень сильно подрывает нашу экономику. Почему Украина не наносит удары по энергогенерации в России? Василий, Украина наносит удары по объектам, которые сразу дадут результат. Так, как информационный, горит, полая, все радуются, так и прямой, потому что сокращение поставок нефтепродуктов на фронт. Могли ли бить по энергоструктуре? Она в России намного объемнее, чем у нас, поэтому это требовало больших затрат, больших объемов летящих беспилотников, ракеты и так далее, и так далее. У нас пока этого нету. И как раз в контексте этого, в том числе энергообъектов, вот неделю звучат обращения. Дайте разрешение бить вашим дальнобойным оружием по территории РФ. Дайте это как мантра от наших зеленой власти. Я не знаю, как это может повлиять на ситуацию на фронте. Но у меня такое впечатление, что за возможность бить по территории РФ далекобойным западным оружием, за это хватаются как за какую-то соломинку. Ну, отчасти, наверное, военное командование что-то понимает в этом. И если бы это разрешение было, это бы решило часть задач, например. Мне кажется, что военно-политическое руководство страны ни хиба не понимает. Вот просто ни хиба не понимает. Я вижу просчеты за просчетами, которые заканчиваются потерями территории. Курский рейд, который принес захват 102 населенных пунктов, взятие под контроль вооруженными силами Украины. Он не принес абсолютно ожидаемого результата. А ты уверен насчет того, что какой результат изначально ставился за... Не, ну, если результат был пиар, то он достигнул. Если результат ставился военный, чтобы россияне перекинули войска с Донбасса, за счет этого выровнять линию фронта, ну и так далее. Это не досягнуто. Ну, если такая цель, да, то вроде бы как... И вот тут вот пиар, информационный шум войны на курском направлении, ну, на курском рейде, он немного заглушает, но все меньше и меньше, потому что трезвые голоса все больше и больше звучат. Вопросы к власти. А соотношение курского рейда и той военной катастрофы, которую мы сейчас все видим на Донбассе, там, где держали 10 лет врага, и сейчас сдаем населенный пункт за населенным пунктом, при том большие населенные пункты даже без боя некоторые сдаем, и соотношение 102 полупустых сел-поселков, да, с крупнонаселенными промышленными центрами Донбасса, угольными центрами Донбасса, коксирующий уголь в том же Покровске, ну, шахта, последняя новоконтрольная территория, это соизмеримо. И тут начинают звучать голоса. Ну, когда, допустим, Масичук об этом говорил с первого дня, некоторые кричали, за проданец! Продався Путину! Агент Кремля! Нога, рука, нос! Не знаю, какой там орган. Этот самый. Но чем дальше, как говорится, в лес, тем толще партизан. Выходит, Марьяна Безуглая, да? И дает расклад, я проверяю, он абсолютно правдивый, по том, как сдаются населенные пункты Донбасса. Какой хаос происходит в войсках. Как теряется военное управление. А вчера, вчера, это для меня вообще такой звоночек был, что мы на пороге серьезных моментов. Что именно? Есть такой украинский политик, он уже давно не занимается публичной политикой, крайне редко появляется в публичном пространстве, занимается медиа, там консультирует, решает какие-то вопросы. Я Михаиле Бродском. А в собственнике обозреватель. И что с ним? Да ничего, он вчера написал постик, очень интересно. Что замахало? Может, нам нафиг не надо курские села, надо подумать о Донбассе. А учитывая, насколько какую обозреватель занимает позицию, и сам Бродский, насколько он сдержанный, во многих вы сказали. Вообще редко где-то в публичной плоскости. Я же о чем не говорю. Это появление, ну, как такое, знаешь, дзинь-дзинь-дзинь, зная его, его соотношение с властью, внутриаппаратные истории, ну, и тому подобное. Для меня это такой, знаешь, ну, не на бат, но такой звоночек, такой въедливый звоночек. Ну, и самое главное, я общаюсь с военными, с ребятами, которые реально там воюют. И они говорят, что если сейчас командование не предпримет меры, то мы накануне грандиозного шухера, когда сейчас уже фронт мозаичный, да, грубо говоря, мы каждый день получаем сообщение о потере населенных пунктов, и не каких-то там полупустых сел, а населенных пунктов серьезных. А если, допустим, падение Покровска, я читал много аналитики и общался с ребятами, ну, это вполне вероятно. Если сейчас, вот еще есть время, да, и пускай услышат, если не будут приняты меры для защиты Покровска, и он падет, следом выход на Синельникова, это Днепропетровская область. Помнишь, ты спрашивал, Днепр, Днепр у меня в эфире. Ну, что я говорю, выход на Днепр. Так вот, да, Синельников, это дорога на Запорожье. Это прямое поле, пустое, без одной из портификаций, до Павлограда и Днепра. Это катастрофа с военной точки зрения. Ну, мы объективно видим там сводки с фронта, да, и те там отступления, которые ты говоришь, они как бы, ну, официально, это есть в официальной информации. Нет, я официально спираюсь над данными Дипстейта, Генштаба, ну и так далее. Я тебе сейчас о другом, Игорь. Я заметил интересную штуку, она началась не сегодня, а несколько дней подряд. Российские телеграм-каналы репостят у них, значит, военных аналитиков их местных, которые заявляют сомнения в том, что наши провалы, а их успех, это просто течение времени и все само собой. У них там серьезно начинают сомневаться, что эти провалы, они органичны. То есть, они говорят, что, возможно, Украина специально там как-то отходит и делает вид, что идет провал для того, чтобы... Ну, там разные версии называются. Я сейчас, блин, не сильно военный стратег, для того, чтобы я объяснял, как там, чего, куда в кольцо берется. Василий, Василий, я тебе скажу так. Версия о том, что Украина сдает Донбасс, серьезнейшим образом деморализует вооруженные силы Украины войска, которые находятся на территории Донецкой области. Я это допускаю, Игорь, но в то же самое время просто представь ситуацию. Я не говорю, что это так. Я просто моделирую. Когда есть у военного руководства какой-то план и стратегия, да, и иногда надо что-то сдать для того, чтобы потом с другой стороны, например, нанести серьезный удар. Но нельзя же каждого солдата ставить в предстоящие какие-то планы генерального штаба. Василий, любые отступления это отступление. Понятно. Если они спланированы, они спланированы. А сейчас мы наблюдаем, как хаотически сыпется Донецкий фронт. Об этом говорят и без угла. Об этом говорят. Я ничего же не говорю. И Бродский вчера написал. И многие-многие другие. Об этом военные говорят, которые там воюют. Ну хай там можно образовать политиков, агентами, руками, ногами, ну, ухами. Военные говорят, которые в окопах, которые на передку. Понимаешь? Это проблема, это катастрофа, это трагедия. И пока, пока, по состоянию на сейчас, вот тут надо бить в набат. Об этом действительно надо говорить. Тут военно-политическое руководство должно понимать, что это очень плохо кончится. Некоторые говорят, да, фигня. Выйдут россияне на обмен границу с Донецкой областью и дальше они пойдут. Я уверен, пойдут. Ну, гарантий таких точно нет. Я уверен, пойдут. Я, удары воздушные, с которых мы начали, да, массировано наносятся по Кривому Рогу и Днепру и по Запорожью. Это факт. И не вижу никаких оснований Путину не идти дальше. Мне говорят, ну, он те области включил, эти не включил в состав Российской Федерации. Да нет, такой себе расчет. А Харьков штуку. Угу. В том-то и дело. Слушай, тут еще интересная вот эта штука по поводу дальнобойного оружия. Ты вскользь так упомянул, а на этой неделе как бы об этом были серьезные разговоры. Писали прям разные. И украинская делегация должна ехать в Соединенные Штаты предоставить какие-то цели, которые мы планируем. Точно так же из Запада пришли новости. Значит, меня всегда улыбает, когда там представители, якобы представители Великобритании и Франции выступают за то, чтобы предоставить, а вот США и Германия категорически против. Об этом писалось на этой неделе. И вот мне всегда вопрос, почему же тогда, если Британия и Франция очень за, зачем же они тогда ждут, пока все остальные присоединятся? Ну, давайте разрешение. У нас же есть британские ракеты. То есть, ну вот, британские ракеты есть в Великобритании. Давайте разрешение. Где же они за? Вот вокруг этого очень много разговоров. И вот прям свежая-свежая новость. Я тебе сейчас прочитаю. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал снять все ограничения на применение Украины и западного оружия для ударов по Российской Федерации. Что он сказал? Ограничения на использование оружия должны быть полностью сняты для самообороны Украины. Оборудование, которым мы поставляем Украине, должно использоваться полностью, чтобы Украина могла наносить удары по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним, заявил Боррель перед встречей министров иностранных дел Евросоюза. У тебя не кажется, что сейчас повторяется просто один в один та же самая история, как сначала с высокоточным оружием, потом с танками, потом с самолетами и сейчас с ракетами? Один в один. Вопрос только когда наступит время Икс. И когда? Я думаю, под американские выборы, для того, чтобы поднять ставки максимально и для того, чтобы максимально выстрелить передор войны для будущего президента США. Для какого? А не ваше. Главное, чтобы был готов коридор войны, с которого очень тяжело будет свернуть на какую-то платформу мира. Почему ты это так видишь? Я просто связь хочу словить. Смотри, заходит белый дом Трамп, который хотел бы выглядеть миротворцем. Например? Например. зашел, а тут выстроен такой коридор войны, что ни влево, ни вправо. Если ты уходишь влево-вправо, это для тебя поражение, как политическое, как человеческое и так дальше. Ему ничего не остается, как дальше двигаться по этому коридору войны. Почему? Смотри, от того, что у Украины есть разрешение, это совершенно не означает, что этим разрешением Украина будет пользоваться. Я не, смотри, я не называю коридором войны разрешение, какое дают оружие. Я коридором войны называю ставки, которые поднимаются в ходе войны, насколько высоко. Вот, например, Кургский рейд. Он поднял очень высоко ставки войны. Он уже заложил фундамент и даже начал выстраивать этот коридор войны. Условно говоря, удар по Москве далекобойными ракетами производства западных партнеров, это будет сумасшедшее повышение ставок. И после этого никакой Путин или даже его преемник не пойдет на полноценные переговоры с Украиной и Западом. Блин, ну ситуация, Игорь, ситуация... Не достигнув своих целей. Ситуация хреновая получается. Потому что, ну, например, там Российская Федерация же наносит удары в том числе и не российским оружием по Киеву. Да. А по Москве что, нельзя? Это как по дворе... Смотри, я не против. Ты у меня спросил, что я вижу в последствии этого применения. Я говорю повышение ставок войны, выстраивание коридора войны для будущего президента США. Я не сказал бейте, не бейте. не, я с этим полностью согласен. Просто тут же фишка в чем? Разрешение это замечательно, наверное, только одного разрешения очень мало. Чисто теоретически, я просто боюсь ситуации, когда Запад скажет, конечно, мы разрешаем, делайте все, что угодно, все, никаких рамок, прям в Кремль, прям в форточку к Путину, только ракеты никто не поставит. Ну, смотри, ракеты есть, что-то поставят, что-то не поставят, кто-то будет затягивать, прожарка будет продолжаться, утилизация тоже. Поэтому тут, смотри, тут есть несколько, есть партия войны, партия мира, ну, еще есть там партия капитуляции, о ней лучше вообще не говорить. Так вот, все будет зависеть не только в Украине, а в Европе, в мире. Если побеждает партия мира, мы имеем шанс. Если побеждает партия войны, мы уходим в глубочайший, жесточайший конфликт на годах. Ну, замечательный политтехнологический такой прием насчет партии мира и партии войны, который способен сформировать определенную точку зрения у граждан, только, блин, понимаешь, у каждой из партий, ну, если уже идти там твоими словами, должно быть не только предложение начальное, но и какое-то логическое завершение. Не, естественно. Вот. А я пока каких-то разумных предложений не от кого не услышу. послушаю, на сегодняшний момент и партия войны, и партия мира, это чистая популистическая история. Вот. Почему? Потому что никто не предложил нереалистический план войны и победы, но никто же не предложил реалистический план логи к миру. Вот это больше всего пугает, понимаешь? То есть, все хотят чего-то, но чтобы оно случилось как-то. Как-то. Ну, они боятся, они говорят, военно-тайно мы не можем говорить о войне, а те, кто говорят о мире, мы не будем рассказывать, потому что власть навредит, если мы расскажем. На самом деле никаких планов нету ни у тех, ни у других. Тут согласен. Слушай, еще твое мнение интересно относительно того, что происходит на Западе по этому вопросу, не только на Западе, кстати, и на Востоке. Как ты думаешь, Китай на сегодняшний день он поставил всю эту историю на паузу и либо и проснется еще раз, там, третий раз через какое-то время, либо идут все-таки какие-то подготовительные работы, разговоры. Идут. Идут и проснется. Хорошо. Я думаю, он даже делает вид, что спит. Делает вид, что спит? А что, по твоему мнению, на сегодняшний день может делать Китай? Ну, сидеть на берегу реки. что он успешно и делает. Ну, это такая себе активная работа. Они активно сидят? Они активно сидят и ждут, когда труп какого-то врага, условно, проплывет мимо. Им абсолютно фиолетово, кто будет этим врагом. Поверь. Не, стопроцентов. У них лишь бы юань сыпался. А фишка в другом. Я вот последнее время читая новости какие-то относительно Китая, да, и взаимоотношения Китая с Украиной, с миром, с Российской Федерацией, заметил интересную тенденцию. Во-первых, вот те проблемы, которые и раньше мы тоже с тобой проговаривали, когда китайские банки отказывались сотрудничать, ну, грубо говоря, работать с контрагентами с Российской Федерацией, у них сейчас здорово это все усугубилось. И не так давно высокий представитель Китая приезжал в Российскую Федерацию, где, кстати, на голубом глазу здорово всем объявил о том, что они каким-то образом будут преодолевать эти все проблемы, потому что сотрудничество там и все. А на самом деле ничего не изменилось и даже где-то усугубилось. Об этом пишут все китайские аналитики и экономические эксперты. С другой стороны, смотри, тут интересно, с другой стороны, Китай сейчас вводит определенный, если не эмбарго, то большое количество запретов на поставку дронов и комплектующих. С языка сорвал. Только хотел тебе сказать, что фактически цена на дроны взлетит в разы. Но это станет дефицитный товар и он станет, может быть, дефицитный настолько, что непонятно дальше, как вообще с этим всем работать. Ну, сами будут выпускать, сами будут налаживать. Из чего? Кто? Как? Столько. Обычно. Нет, подожди, ну, суть-то в другом, друг мой. Сами выпускать? Мы тут сами выпускаем, но мы сами выпускаем, как и россияне сами выпускают из-за импортных комплектующих. Еще раз, комплектующие будут изготовлять либо в третьих странах, либо у себя. Да ну, не так же это все просто, Игорь. Нет, конечно, а какой путь? Не, я не знаю, какой путь. Я знаю о том, что в ближайшей перспективе, чисто теоретически, очень большой вспомогательный инструмент в обороне Украины, которым является на сегодняшний день дроны, но тут ни у кого, я думаю, сомнений нет, он может, скажем так, либо сократиться, либо выключиться этот инструмент. Он сократится и подорожает значительно. Хорошо, а зачем Китай это все делает? Как ты считаешь? Снова столько юань. Цены возрастут, цены возрастут. Альтернативное производство соответствующих комплектующих есть не только в Китае, есть не только в Китае, а китайское за пределами Китая. цены на эту продукцию возрастут в разы. А Китай сможет с трибуны заявить себя как миротворца, который сделал шаг, чтобы снизить напряжение войны. А ты логиком не можешь объяснить, а почему, например, на заводе, где, ну давай любую, какую сторону возьмем за пределами. Ты когда говоришь за пределами, ты про какую говоришь? Разные, Василий, разные, абсолютно. Ну не знаю, условный Вьетнам, почему оттуда должно быть дороже? Ну потому что там еще надо наладить, а во-вторых, если товара меньше, то он, соответственно, дороже вообще. А какой смысл тогда Китаю сокращать много, делать мало, но дороже, если они могли эти дроны, что они успешно и делают, продавать просто миллионами штук. Но хотят показать себя миротворцам. И они ради этого готовы остановить производство? Ну видишь, они останавливаются. Вот в этом и самая большая загадка. Хорошо, будем смотреть. Как ты думаешь, дальнобойные отношения дадут в ближайшее время? Думаю, частично да. Под выборы президента США. Следующая тема, о которой я думал с тобой поговорить. Давай поставим точку, наверное, на ближайшее время в истории с Павлом Дуровым. Выпустили, выпустили жулика главного, о котором тут всю неделю трубили. Закончилась активная история, переходит, наверное, в пассивную, долгую, юридическую возню. А знаешь, что мне интересно? Ну, во-первых, условия выпуска, там, 5 миллионов евро-залог, не выезжает человек из Франции, должен два раза в неделю отмечаться и так далее и тому подобное. Вокруг уже начали расти легенды, что на самом деле Дурова сдала девушка, которая с ним летела. Я даже читал, что она агент МОСАДА. Это не какое-то там издание, это в полный рост серьезное издание пишет про то, что она, скорее всего, агент МОСАДА. Я думаю, что другое, но несущественно. Это не про нее. Чем закончилась эта вся история? Почему Дурова так просто выпустили? Слушай, там на 16 пожизненных у него обвинений. Василий, смотри, давай, для того, чтобы поставить точку, давай чуть-чуть отматываем. У меня это самое, у меня споры были тут со всеми подряд. Начиная от офисников, ну, я имею в виду не колл-центра, а офис президента, заканчивая собственной супругой. Так, с супругой аккуратно. Офис президента еще ладно. Да, тут же могут навсегда. Короче, смысл какой? я изначально сказал, что Дуров летел туда по договорнику. Окей. И что его выпустят. И что судебный процесс будет идти, это будет, как ты правильно сказал, ни рыба, ни мясо. он легализируется в Евросоюзе, ну, за это время. И, в принципе, достигнет своей цели. Какой? Легализация в Европейском Союзе. Абсолютное увеличение сети, работа с Европой и так далее. вопрос в чем? Смотри. Летя во Францию, перед прилетом в Париз, он знал, что там проблемы. Он сам об этом писал, что у него там проблемы. Так, естественно, подожди, у него в марте еще началось москва. поэтому девочки с Масада, они что, стурвал захватывали, направляли самолеты или цех, ну, это ахиняя. Хотя, супруга тоже казала, ищите бабу. Это самое. Да. Ну, короче, смысл в том, что я считал и считаю, что был договорняк. И что Дурова выпустят, ну, как, собственно, выпустили. Пять миллионов евро для Дурова это все равно, что для меня пять положителей для тебя на стойку бара и пойти дальше. Да, то есть, это не деньги. Обвинения, да, все, да, но это все, аморфное и, кстати, не лично, там даже к нему предъявлены, ну, многие вещи. Ну, мы же слышали третье лицо и так далее. Что выигрывает Дуров? Дуров фактически и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, как тот колобок. и от арабов свалил, и вот где ему надоело явно сидеть, он тоже об этом, но не раз говорил. Была попытка выйти на Штаты, но законодательство США, решение суда, ну, я думаю, зрители в курсе. была попытка загнать в БРИКС, ну, в Россию и БРИКС, вот, сделать подконтрольным, он красиво обцветлял, ну, от этой истории. Вот, Европа для него это пока еще место, так сказать, свободы. Придется ли ему идти на компромиссы? Придется. Придется. Но это будут компромиссы не политического характера, это будут компромиссы криминального характера, педофилия, наркотик, оружие, героин. Да, то есть это все явно было проговорено и поведение даже там Макрона, да, встречался, встречался, потом дурачка включать начал, ну, и так далее. Все пока и то, и самое главное, вы же посмотрите, дуров не дал ни одного комментариев. Вроде ничего не произошло. А у него возможность, думаешь, была? Да, там были вчера сотни журналистов, он выходил из суда свободным человеком. Ну, окей. Он мог подойти и сказать что угодно, он этого не сделал. Я хочу теперь обратить внимание на три вещи. Давай. В истории с Дуровым. Я думаю, все три будут очень интересны нашим зрителям. Начнем с политической составляющей в средине Украины. Я вчера написал, когда Дурова освободили, что у нас в офисе работают инфузории туфельки, имбицилы, которые себе, которые там орали запретить телеграмм, Дуров будет сидеть, ему там приявили, ну, ты видел это все. Юрчишин писал? Не, ну, там не только, там и этот Патураев, который слуга, там заливно высказывалось по поводу самого Дурова, что вот там дело такое. Да, ревную не читал, мне интересно другое, но как бы если запретить, то получается и запретить один из главных способов коммуникации между офисом президента, президентом и людьми. Ну, как бы есть альтернатива, но давайте поговорим про альтернативу, ну, а где она? Собственно, это раз, тогда они в альтернативе делали, во-вторых, как запретить чисто физичных? Уже же одни запрещали, второе, чем от этих других отличаться будем, ну, с которыми воюем, да? Ну, это другой вопрос, так. Да, это, ну, то есть, и самое главное, они все рассчитывали, я имею в виду офисники, не цензуру в телеграме украинского сегмента. А в результате вот такая вот история, вот просто вот такая вот, понимаете, сделали с них имбецилов и все. Теперь хочу поговорить о чисто экономической составляющей, уже это будет как бы черта в этой теме интересна. Так. Смотри, после задержания дуров на миллионы увеличивать десятки миллионов количества подписчиков. Это да. Первое место во Франции на 10, кажется, пунктов поднялось в США. Неплохо. То есть капитализация самого месседера на уровне. Да. Так и есть. То есть дуров выигрыш. А сейчас следите другое за руками. В момент задержания дурова криптовалюта телеграмма упала. И упала значительно. Угу. В два раза чуть меньше. Звонят мне там друзья, я их иногда консультирую, они там играют, ну на этих криптовалютных всех вещах. Звонят и говорят, вот это мы попали, вот это трагедия. Я говорю, ребят, никакой трагедии. Давайте я вам даю совет, а вы мне тоже там купите на энное количество хайпалюты. Этот самый, я говорю, сейчас будет точка х, она была вчера вечером. Мой отец скупать. Все. Прогнозирую, в течение 10-15 дней в два-три раза рост стоимости телеграмовской крипты. Понимаешь? Вот и все. То есть дуров от этого задержания и всего, что произошло, выиграл. Он выиграл. А недоразвитые, в том числе зеленые голосистые с нашего парламента, которые бегали там регулировать, запрещать, с Макроном договариваться, с них ржут дети пользователей телеграммы. Просто ржут. Что тебе сказать к этому поводу? Следите за руками. Следите за руками. В таком случае я в момент задержания Дурова произнес свою коронную фразу следите за руками. И я вчера оказался правду, а что супруга признал. Окей. Слушай, Игорь, двумя словами, давай пройдемся по теме с этим нардепом Дмитруком, который тут каким-то образом убежал из Украины. И его как раз, ну почему я об этом решил поговорить, его все-таки подали в международный розыск. Международный розыск. Что это за история? Зачем Дмитрук убежал? Какие к нему претензии? Почему он вдруг стал таким интересным? Зачем его оттуда доставать и достанут ли? Смотри, он перетянул на себя флаг борьбы за православие в понимании украинской православной церкви. он начал расти в глазах электората прихожан этой церкви. Это явно там не вписывалось в чьи-то расклады. Плюс давление всяких там структур и тому подобное западных заинтересованных вот этом бальдерьера с православием, которое мы видим в Украине. это все это все сложилось и его начали подзагонять. Подзагонять были уголовные дела, их подняли, начали подзагонять. Он выехал с Украины спокойно, не переплывал в акваланги, с грузиками не переходил дно. А как он Украину покинул? Через Павлангу. Но он прошел через пункт? Ну, говорят, что нет, но другие говорят, да, я думаю, я с ним разговаривал позавчера, он мне пообещал дать интервью первое. Ничего себе. Поэтому я хочу у него расспросить именно, это интересно, но на самом деле. Не, подожди, я во всей этой истории, понимаешь, блин, что мне не нравится? Мы сейчас там детальки какие-то попытаемся обговорить из того, что ты знаешь. Мне всегда не нравится вот этот искусственный флер секретности, тайны и тому подобного. Вот есть люди, которые говорят, перешел козьими тропами, а есть он, причем он же где-то там в публичной плоскости присутствует, у него есть телеграм-канал, ну так скажи, нет, я не переходил, вот граница, вот я тут был, вот в такое-то время. Василий, насколько я знаю, он работает сейчас с адвокатами, я думаю, они ему сказали взять паузу именно по этому вопросу. Окей, может быть. Он в одной из европейских стран обратился, ну или обращается сейчас за политическим убежищем, и я думаю, что американские адвокаты, которые его ведут и представляют, они ему рекомендовали сейчас взять паузу. А его ведут американские адвокаты? Его адвокатом является Боб Амстерден. Вот так вот даже? Да. Сильно. А какие претензии к Дмитру Кус со стороны Украины? А вот тут он точно неинтересный. Я сразу скажу, если он виноват, он должен отвечать. Кого бы и что бы. Его обвиняют в избиении человека охранника Коулсана. Избиение было факт? Ну, смотри, факт избиения может только суд установить. Ну, предварительная твоя экспертиза имени Масичука что говорит? Моя экспертиза говорит, что была стычка между с одной стороны охранником Коулсанта, с другой стороны двумя народными депутатами, Дмитруком и Куницким. Куницкий тот еще жулик. У меня, смотри, так вот, тут очень интересный момент. У меня по этому поводу есть ряд вопросов. Во-первых, я публично на твоем канале обращаюсь к следователям Государственного бюро расследований, к прокурорам офиса генерального прокурора, которые ведут дело Дмитрука. Покажите, пожалуйста, документы этого молодого человека, который был в стычке с Дмитруком Куницким, что он военный. Всей стране рассказывают, что он военный. А он хер с бугра, а не военный. А если он велосипедист, что можно? Я еще раз говорю, бить нельзя никого. Я с этого начал, Василий. Но рассказывать обществу, что он военный, когда он не военный, а просто нацепил на себя форму, это тоже как-то не совсем правильно играть на чувствах, ты понимаешь, играться. Я точно знаю, что этот человек не имеет никакого отношения к армии. Он не служил и он не воевал, тем более. знаю я это не от Дмитруканов или участников дела. Я это знаю с материалов дела. А ты материалы дела видел? Ну я общался с людьми с генеральной прокуратурой, будем так говорить. Так, окей. Что ты через мой ютюб так далеко идешь? Ты с ними напрямую пообщался? напрямую я им тоже сказал, я им на телеграме написал. Это один момент. Второй момент, Василий, в стычке принимало участие три человека. Так. Этот гражданин военной формы, Дмитрук, которому предъявлено обвинение, и Куницкий. Так. Куницкому обвинение не предъявлено. Либо следователи должны выйти и сказать, мы четко установили, что бил Дмитрук, а Куницкий не бил. И вообще стоял курил, ну, в стороне, да? Так. Либо у меня вопрос, а что это за отношение одному предозру, другому нет? Или израиль, или израильское гражданство Куницкого мешает вручать ему подозрения? Я думаю, что физическая развитость Куницкого мешает ему кого-то бить. Он скорее может быть битый. раз. А во-вторых, я просто не видел видео подобного, и я не могу тебе сейчас сказать, кто чего на нем делал. Я его не видел физически. Василий, еще раз. У меня впечатление, что паспорт гражданина Израиля, который владеет Куницкий уже больше пяти, до десяти лет, мешает следователям ДБР и прокурорам офиса генпрокурора и генпрокурору выписать ему подозрения. Слушай, ну такой же паспорт не мешал присесть Коломойскому? Еще раз. У меня я почему с такой изделкой? ты понимаешь? Да, да, Потому что Куницкий и случай с Куницким, с тем, как он стал народным депутатом, это приговор для членов СВК. И когда этот политический цикл закончится, когда этот политический цикл закончится, то будут возбуждены дела против членов СВК. Василий, я почему-то говорю, потому что если, допустим, каким-то другим людям не знали, догадывались, еще что-то, я лично, лично я отправлял по Куницкому в СВК документы со всеми подтверждениями израильского гражданства. А что тебе Куницкий так интересен был всегда? Да не, не он мне был интересен, нафиг мне лично он надо. Мне было интересно, что гражданин другой страны собрался делать в нашем парламенте, когда это запрещено законно. Ну, там половина, наверное, не граждан. Хорошо, слушай, у меня всегда еще такой вопрос небольшой. Ты говоришь, ты там с Дмитруком договорился, что он там даст, если интервью, то тебе первым. Попросил. Он пообещал. Да, он пообещал и так далее. Может так и случиться. Спроси у него, пожалуйста, а что он делал вообще в колл-центрах? Это отдельная история. Мы не можем отдельно передать, что записать о колл-центрах. Не, о колл-центрах я прекрасно понимаю. Не, я имею в виду, ты не понял. Что там в YouTube делал? Куницким. Они члены тимчасовой следующей комиссии парламент. Что они там делают? Проводили выездное заседание. Ну, Василий, ты что слушаешь? Да. Я говорю, мы можем записать целую отдельную передачу про колл-центры. Не про колл-центры, как колл-центры, что они из себя представляют. А про водоворот, война, какашек, дерьма, в том числе депутатского, чиновничего, СБУ, что оно и разное, вокруг, ну, ты понял. Короче, если зрителям интересно, пускай напишут о том, что они хотят, чтобы эту тему записали. Если вам интересно, чтобы мы сделали с Василием спецвыпуск и рассказали о том, какие колл-центры работают, кто за ними стоит, кто их хочет, конкурентов, как кузари, кто отправляет туда народных депутатов, чиновников, СБУ, полицию, кто кому платит. Если вам это все интересно, войно вокруг колл-центров, вы напишите в комментариях, а мы с Василием примем тогда решение. Сто процентов. Еще бы кого-то из активных участников колл-центров взять. А мы подтянем. Ну, вообще замечательно. Откуда у тебя такие знакомства? Василий, я глубоко в этой теме я знаю многих, кто, я знаю даже тех, кто держит некоторые колл-центры. Ну, то что? шикарно. 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 Я по жизни знаю очень многих людей. Ты это прекрасно знаешь. Шикарно генерал полиции, воров в законе и так далее. А ты их познакомить не хочешь? Что? А ты их не хочешь познакомить? Василий, когда ты одна моя помощница и друг наш, ты ее знаешь хорошо, Оля Винарадова, у меня перед свадьбой рассаживала по столикам. Я говорю, ты только не перепутай и не посади братву с ментами. Это очень смешно. Ладно, Игорь, еще одна тема, которую тоже давай двумя словами пройдем. Я что-то в последнее время замечаю, как в песне, что меня как будто кто-то подменил этот, что у нас начали какую-то проводить якобы борьбу с коррупцией в стране. Да. То Кириленко, то каких-то еще... Кириленко это... Кириленко это... супер пример. Он один из первых просто, который появился таких вот громких и сейчас тут в Одессе каких-то чиновников, причем даже от Слуги народа, там каких-то райсоветах всех берут об этом пишут. Это областные советы. Или областные. Идут обыски, нету пока процессуальных действий, поэтому я не могу комментировать. А вот по Пашу Кириленко или как его еще называют Паша 15%, а с сегодняшнего дня еще и Паша Малинка, то это самое... О нем можем поговорить. Но это уникальная история. Уникальная история коррупции, жульничества и безнаказанности, Василий. Самое главное. Смотри. Павел Кириленко был главой Донецкой военной администрации. Расставил своих людей. Вот эти все финансово-фортификационные проемы, которые мы видим сейчас, это последствия как раз Паши 15%. Кришку Паша 15% он получил, потому что все в области знали, что 15% пожалуйста положите Паше. Так. Значит, его люди остались руководить военными администрациями в городах, населенных пунктах и так далее и так далее. Например, глава военной администрации Покровская еще недельку назад цветы высаживал. Это видела вся страна, видео, ну, опубликовали там в Телеграме. Между Трушковкой и Константиновкой уже захваченной, да, позавчера дорогу вложили за бюджетные деньги. Ну, и говорят, уже не 15, а 30, ну, процент растет. Чем ближе фронт, тем ближе растет. И потом его перевели оттуда в антимонопольку, все. Люди писали массово. Сумму, которую ему предъявило НАБУ 63 миллиона незаконного обогащения, с нее все смеяли. Я знаю, что наши эфиры в том числе и силовики смотрят, и на бушники даю им совет. На Кипр посмотрите внимательно, на родственников, на соратников, на счета на Кипре и так далее. Ну, ладно. Нарыли 63 миллиона, предъявили подозрения, взяли закобок, приволокли в суд и три раза суд переносили. И такого судью лапочку я в своей жизни не видел. Просто душечка судья говорит он, вот вам Пашенька 30 миллионов заставы без ареста. Кстати, внесли, вот сейчас новость прилетела. Да, смотри, но без ареста. То есть, мы вас не арестовываем, мы выозначаем 30 миллионов застав, вот, и я же такой турбот вывы, наверное, вам и 30 миллионов тяжело заплатить будет. Это прямо судья в зале говорит. Я не поверил, когда прочитал. Я нашел видео с зала суда, смотрю, правда. Я таких душек судей не видел. Как надо о человеке, о правах человека беспокоиться, понимаете? Короче, активисты из Донбасса просто в шоке. Ну, а, для понимания, Паша 15%, когда был на Донбассе, он ввел мораторий на продажу спиртного. Вообще, запретили продажу спиртного в магазинах. Все продавалось под полы, ну, и 15% туда же. Значит, ну, и вишенька, вернее, малинка на тортик. Сегодня выходит Паша и таким брендсбойтом отборной сечи в лицо украинскому обществу заявляет. Мои родственники заработали 300 миллионов на малине и, короче, никакого незаконного сбогачения не было. Так он малиновый король? Ну, походу. Паша малинка. Не, подожди. Но мы же не можем отрицать, что это не так однозначно. Малина же продается. Послушай, малина продается. Может быть, это его малина? Ну, послушай, может, даже кто-то ему эту малину подсуетил, чтобы отмазать и тому подобное. Но Паша 15% в глазах людей не каких-то там шабунят, сарасят и тому подобное, а людей из Донбасса, он в объективе давно. И никакой малинки, клубнички, вишенки и других десертов замечено рядом не было. Понимаешь? А тут она вот появилась. Ну, Паша Малинка, так Паша Малинка. Но, знаешь, как подводя, грубо говоря, подводя черту, скажу так, Василий, ну, это просто закидать фекалиями глаза обществу и показать полное, ну, полное отсутствие правосудия. Просто полное отсутствие правосудия. Ну, Ладно, чем ты думаешь, эти все коррупционные дела закончатся и почему они вдруг так активно начались? Это требование Запада? Это Да, Запад, естественно, Запад, естественно, Василий требует это самое очень серьезное, все эти вещи. Ну, и я тебе скажу, ответственность для кого-то будет, для кого-то сейчас, для кого-то позже. То есть, ну, в любом случае она будет. Когда и как, ну, это их неиденье. И какая бы ни пришла администрация, ну, США, догонять будут. Просто в случае с республиканцами это произойдет намного быстрее. В случае с САРС, там все равно зайдет другая команда, ты это знаешь, это не байден, ну, команда. И все происходило в Конгрессе. Это уже так от коррупции до другого. Конгресс, фактически, Следственный комитет Конгресса установил, что история, в которой чуть ли не нас всех там обвиняли, и тебя, я знаю, и меня, ну, все, кто говорил на эту тему, называли агентами Кремля, Дубинского в тюрьму, ну, засадили. Про Хантера, ну, собственно, и Боризм. А оказалось, что это ж правда, это ж целый Конгресс теперь, ну, комитет Конгресса сказал, понимаешь? У меня вопрос такая, что тогда Дубинский? Извиняться, когда придут? Ну, как это выглядит? Ну, взяли, засунули человека на год, но я не скажу, что Дубинский святой, там, может, на 25 уголовных дел, но явно ж не за эту хрень о дискредитации этого самого, понимаешь? Поэтому вопрос ответственности будет в одном случае быстрее, в другом случае это будет более позже. Республиканцы быстрее, Харис чуть дольше, но это будет. Я в этом уверен и убежден. понял, 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 понял. Хорошо, Игорь, тебе огромное спасибо за все. А хорошую новость не надо. А, есть хорошая новость? Конечно. Давай. Пока мы с тобой болтали, в эфир вышел Миша Подоляк и сказал, дословно, коррупции в войне самих украинцев. Я с ним полностью согласен. Хорошо. В коррупции виноваты люди. Если бы люди толерантно к этому не относились, ее бы не было. Я тоже согласен с ним. Но есть одно другое. Это может сказать Василий, но не Миша Подоляк. Потому что Миша Подоляк представляет государственную и в его устах это переведение стрелок, перекладывание ответственности. Звучит так? В словах Васи Опасова это звучит приговором нашему обществу, диагнозом от болезни, от которой нам надо лечиться. Тут я с тобой согласен. Подоляком нет. Хотя об одном это может быть. Да, потому что ты имеешь право ставить диагноз, а он нет. Место сидения определяет и ответственность, а не только возможность. Окей. Спасибо тебе большое, Игорь, за уделенное время. Спасибо тебе большое за ответы. Нашим зрителям уважаемым огромное спасибо за ваше уделенное время, за то, что вы досмотрели до этого момента. А если вы уже досмотрели, то, пожалуйста, опускаемся ниже видео. Ставим обязательно лайк, пишем комментарии в поддержку. Если захотите, там есть еще реквизиты нашего канала. За кау-центры не забудьте написать. Да, про кау-центры не забудьте написать. Если захотите, помогайте. 5 баксов это нормальная сумма поддержать канал Василия и все. Друзья, всем здоровья, мира, спокойствия, будем жить. Берегите себя, пока. Редактор субтитров